Ну, молодец. Молодец. Бутчер – лучший. Это вообще звезда. Мы потом дальше видим, что Бутчер, когда жил капот, и французик вляпался. Естественно, приезжают в Нью-Джерси на территорию наших любимых Сопрано. Тут же там кабак итальянский. Забыл, как называется. Какой-то Томми Чичерос. Чичера, да. Чичера – это Цицера, то есть, Цицерон, как ты понимаешь, Чичерин. Он тоже был Цицерона наш. Цицерон. Раз итальянский кабак, понятно, Нью-Джерси – бандитское кубло, итальянский кабак, все как надо. Приезжают туда. А там французик открывается дверь, вылезает какая-то шлюха и начинает этого Хьюи гладить по физиономии. Кстати, в этой западной культуре с этим еще страшнее, чем у нас. У нас там принято хватать друг друга за руки, бросаться в объятия и всякое такое, а там стой подальше, руки свои вонючие совать не надо. А тут за физиономию трогать. А как же итальянцы, которые отнимаются? А я не итальянец, не надо меня трогать, не подходите вообще. А вот это вот, может, и этими руками только что там это. А теперь меня трогать, я же тебе не знаю, что это такое. Несчастного Хьюи унизили, какая-то тварь с этими, видимо, с линзами смотрит. Ну, конечно, у французика там полный стол стволов. Он, по-моему, потом произнес, что он ган-раннер. Да, сказал, да. Многим непонятно, ган-раннер – это не бегун по пистолету, это продавец оружия. Точно так же, как блейд-раннер – это продавец холодного оружия, а никакой не бегущий по лезвию, хотя звучит похоже. Ну, тут не ясно, я все время вот эти антуражные фигни всякие, как недавно, знаешь, там в телевизоре показывают, что где-то в Филадельфии бросили призыв, неважно где. Бросили призыв – сдавайте оружие, и мы его отправим на Украину. Блин. Ну, вот казарма, вот оружейная комната, там стоят автоматы Калашникова, у всех одинаковые, здесь же лежит боезапас, для всех одинаковый, тут же гранаты для всех одинаковые. Я понимаю, что вы это говно соберете там, я не знаю, пять грузовиков, отправите под разные патроны, под разные калибры, как из них стрелять-то, хохлам-то оно зачем? Застрелиться? Приветствую, да. Но, как это самое, теряюсь. Ну, а тут у человека полный стол обложен, там неведомо чего. Что-то там вставляет, а менты придут, ты что скажешь? Скажешь, подкинули. Ну, ты подкинули, да. Ну, как-то дико смотрится, хотя антуражно, конечно, да. А вот, если немножко остановиться на французике, ну, забегай вперед. Его зовут Французик, его зовут Френчи, это уменьшительно-ласкательно, именно французик, не француз, французик. Вот. Он, получается, бывший член команды Бутчера, бывшего состава пацанов, которые когда-то вот где-то орудули. А, и Бутчер еще, важный момент, он ему все-таки признается, что он когда-то работал в ФБР, а сейчас он там... Немножко сам, да. Самостоятельно. Вот, французик, наркоман, вот такой человек, причем какой-то прошаренный, то есть употребляет как регулярно, вот он... А у них вроде как команда была государственная. Ну, или около государственной структуры. Вот такой человек, он вообще может существовать в таких вещах? Он же не надежный, раз наркоман. Нет? Тут опять-таки... Как это? Все это похоже на какую-то разводку. Наркотики нельзя, но можно водку. Они же это... Возвращаемся в десятый раз к одному и тому же, что нарке – это значит оцепенение. Нормальные наркотики, ну, в нашем советском восприятии, это опиаты. То есть, когда поставился, лежишь в уголке тихонько, в оцепенении. А вот спиды какие-нибудь или там кокс – это чисто логически, это не наркотики. Это какие-то психостимуляторы, от которых тебя там это штырит, ты там забегал и прочее. Ну, как, эфедрин этот. Чего они там? У нас Джефф варили. Джефф. А эти... Что у нас? Крокодайл. Мистер Уайт. Чего он там у нас варил? Я уже забыл. Метамфетамины. Да. Вот. Ну, а не наркотики? Нет. Я не знаю. Это как таблетку... Ну, важно же еще привыкание. Так точно. Ну, таблетку сожрал, так ты... Не знаю. Вокруг меня в день граждане, я тебе рассказывал, выпивали 0,75 водки ежедневно. И соображали в два раза лучше меня. Хотя водка сообразительности не способствует. Ну, а вот это, то, что обостряет психическую активность... Не знаю. Не знаю. Я такое никогда не ем. Начнем отсюда. И не считаю... И водку пить на работе не считаю правильным. С моей точки зрения, это... У меня есть знакомые писатели, которые говорят, что им легче пишется, когда они остаграммятся. Может быть. Там что-то... Какие-то барьеры падают. Но... Это ж работа. Это неправильно. В моем понимании, это как за руль сесть. Вот. А ты там весь... А зачем тебе это? Реакция неправильная. Ты трезвый, ты не очень умный. А тут такое. Зачем жрут, я не понимаю. Это раз. Второе. Если ты на службе, то там это дело давно уже. И активно проверяют. Постоянно. Пописывай в баночку и на анализы. Пописывай в баночку и на анализы. Ну, раз в месяц. Раз в два. Внезапная проверка. Там туда-сюда. За сколько это из крови уходит, я не знаю. То есть, в наше время такого не было. Ну, и... Что больше всего удивило, когда он там этому Хьюи предлагал, а тут ЛСД и метамфетамин тебя успокоит. Я, конечно, такое не ел. Но, по-моему, оно... Какая связь. ЛСД, оно галлюциногенное. Это, пожалуй, одно из редких галлюциногенных средств, когда тебе кажется всякой разнообразной картиной перед глазами. Ибо, когда дети пишут... Что они там такое курили? Что такое придумали? Да ничего они не курили. Для этого не надо. А когда ты куришь, галлюцинаций не бывает. Вот от ЛСД бывают и крайне серьёзные. У нас в детстве сверстники нюхали пятновыводитель. Сопол. Второй не помню, как назывался. Прибалтийские оба были. Но у нас товарищ понюхал в школе ещё. Вокруг него какие-то вороны огромные. Прыгал он, бегал, орал, прятался. Так его увезли с воронами. И... Так с воронами и живёт. С тех пор его по зонам я не встречал нигде. И так и пропал. Это пятновыводитель, блин. Ну, там какой-нибудь тринитротулуол. Или чего они там раньше в этом вклее момент был, а потом изъяли это главное забористое вещество. В общем, а как ты работать можешь, когда тебе мерещится что-то? Они же неотличимые от реальности, эти херни. Я не знаю, что там казаться будет. Это же туши свет. Помнишь, как наш общезнакомый Николай видел? Без таблеток. Без таблеток. Просто стукали таблетки. И кричал, что это было правда. Вот как вас, Митрёш, видел. Ну, в общем, с моей точки зрения, это персонажу, типа, придает колоритность. А что, там марку какую-то? Я даже не понял. Не разглядел толком. Колесико беленькое было. Ну, не жадный. Предложил, кстати. Да-да-да. Странно, что он не сказал. Бери, хотя бы недорого. По-братски. Предложил. Да. Французик колоритный. Там всё. Вот мне... Больше всего мне нравится, как оно снято. Там такой, блин, вот антураж весь. Какая у него там берлога. Какое говно на столе навалено. Что на стенках висит. Колоризация правильная. Что оно такое зеленоватенькое. Всё свет поставлено. Гениально. Глаз не оторвать. Любой кадр отличный. Французик небритый по пояс. Голый там смотрит дерзко. Глазки, как у крыски. Настоящий француз. Прикольно. Мастера.